Утро пятницы выдалось нежным. Вечером, чтобы расслабиться после трудовой недели, я решила поиграть с красками. Вирус вирусом, а гедонизм утром в субботнике по расписанию. Вечером я решила опять поиграть с красками и посмотреть, как они разводятся белилами. На правой стороне яиц я посмотрю, как они разводятся водой. Пекановые деревья в саду намокли и почернели. Пока друзья обсуждали, что нужно запастись вином, Фейсбук мне выдал рекламу доставки вина ящиком тем, у кого новина фобия. Страх остаться без вина. Я продолжаю готовить нормальную пищу. Тут капустка тушеная с бекончиком. Пошла вторая неделя работы из дома. Надо сказать, это, конечно, сильно расслабляет, потому что, когда ты сидишь дома, у тебя нет нужды приводить себя в какой-то более-менее порядок. Поэтому мы целый день проводим в ночной рубашке. Но хотя бы я чищу зубы и причесываюсь. Это уже достижение. А так вот я сейчас открыла балконную дверь и подумала, а что же я не сделала это на час раньше, потому что там совершенно сказочно поют птички. В общем, да. Мы молодые весны концы. Весна идет, весня дорога. Надеюсь, что у всех все хорошо. А так, ну, вроде бы, работаем. Наши там всякие начальства нас поддерживают, пишут, ура. Так, держать, продолжать. Вы все молодцы. Вы все очень хорошо работаете из дома. Ну, а на самом деле, я думаю, что работа из дома, она еще даст довольно интересные, скажем так, выводы, да, и довольно интересный опыт всем. Я думаю, что он будет реально бесценным, потому что я думаю, что вот этот карантин коронавируса навсегда изменит подход к работе, к рабочему месту, к тому, насколько вообще нужно появляться в офисе и так далее. Думаю, что вот этот опыт, он поможет переоценить, скажем так, возможности эффективной работы из дома, да, либо в хорошую, либо в нехорошую сторону. Потом он позволит разработать огромное количество инструментов, которые облегчат работу из дома, да. Он позволит разработать протоколы, позволит разработать список необходимых вещей, да, если вам нужно работать из дома. Думаю, что это будет потрясающий абсолютно опыт, что люди, которые специализируются на всяких социальных исследованиях, на всяких исследованиях эргономики, да, которые в том числе вот, да, эргономика индустриальная, да, которые как раз будут смотреть, как людям организовывать рабочие места удаленные. Вот это вот все. Простите. Вот так я просто без палки селфи пытаюсь тут снимать и держать телефон на вытянутой руке. Ну вот. И, конечно, да, поведение людей во время коронавируса это отдельная вообще безумная, неподъемная, непроворачиваемая пласта для всех возможных ученых. Вот. Ну и сам коронавирус, естественно, для медиков, и социологи, и психологи. Я думаю, что просто оттопчутся на этой теме, защитят миллион диссертаций. А главное, если учесть, что тема такая важная, да, и такой большой финансовый, скажем так, удар произвела и произведет на наш мир, я думаю, что, конечно, будет очень много денег выделяться на исследования, связанные вот с такими пандемиями, да, катастрофами, медицина, катастроф, там вот это вот все. Я думаю, очень надеюсь, что медикам, наконец-то, выделят нормальное финансирование, да. Тут, знаете, вот какой эффект, как с террористическими актами. После теракта спецслужбы получают потрясающее финансирование. А здесь я очень надеюсь, что медики получат. Вот. То же самое, как после природных катастроф ученые, занимающиеся этим типом катастроф и могучие предсказать их появление, они обычно тоже получают хорошее финансирование. Привет, институты водных проблем. Так что, я думаю, что не будет худа без добра. Ну, а пока мы работаем и, собственно, являемся теми кроликами, на которых производится эксперимент. Вот так вот. В общем, да, всем хорошего дня. Понедельник, второй недели в карантине начался. Довольно удачно. Тем временем у Лии Борисовны расцвела орхидея. Правительство, работайте из дома. Спасатели. Девушка в сети пишет. Мама отправила картинку того, как они теперь с подружками общаются. Я так много мыл руки из-за вируса, что мои шпаргалки 95-го года проявились. Памятное украшение, чтобы навсегда запомнить 2020 год. Она оценит. Вечером я поехала гулять в парк и познакомилась там с гусем. А потом любовалась чудесным закатом на озере. Дороги домой я заехала в Волмарт. Некоторые товары полностью разобраны. Например, говядина и птица. А пицца разобрана уже не вся. Не менее популярна у американцев свинина еще осталась. На этот раз безлактозное молоко все разобрали, а обычное стоит. Консервы подразобраны, но не полностью. Полки постоянно пополняют. Кливочное масло и прочие спреды почти разобраны. Соки и айсти есть. Айсти – это холодный чай. Клеб подразобран, но не полностью. Почти как в обычный вечер. Грызушки к пиву подразобраны, но самые невкусные остались. Бутилированная вода подразобрана, но уже лучше, чем было. И новую подвозят. Сходила утром на терапию, а там у них двери – прекрасный образец техасского стиля. Всем привет! Сегодня 24 марта, и зацвели люпины. Блубонец – они называются по-английски. Вот эти вот цветы – это символ Техаса, это цветок штата. А это как раз вот то, то, чем они так гордятся, и то, что они так любят. Вот сейчас, видимо, как раз начало марта, сезон их цветения. Они маленькие, да, видите, поскольку это полевые цветы. Но на самом деле это те же самые садовые люпинчики, которые бабушка, например, всегда сажала на даче, бабушка Тоня. Вот, просто они такие, видите, как бы, ну, дикие, поэтому не очень культурные и не очень большие. Цветочки. Я не говорю, что у вас плохие манеры, я говорю, что вы просто полевые, а не садовые. Вот, поэтому я говорю, что вы не культурные. Вот так вот, а так это вот такие вот симпатичные, хорошенькие цветочки. Такие мини-люпинчики. И вот многие склоны, многие, знаете, такие вдоль дорог, участки газона, вот они как раз сейчас все покрыты вот этими красивыми сине-фиолетовыми цветочками. Первые полдня мы с коллегами обменивались фотографиями того, кто как работает дома. А также хвастались тем, у кого какой вид из окна. В это время вся Москва слушала обращение президента народу. Всем привет! Ну что, продолжаем наши хроники коронавируса и хроники карантина. Вот, сегодня уже какой, ну, большой день. Наверное, где-то день десятый, когда мы все сидим в карантине. Сегодня у нас что, вторник, среда? Я не помню. В общем, я потом посмотрю по дате, когда было сделано видео. А, дата 25-е. Да, 25-е марта. Вот так вот. Сегодня опять утром съездила на терапию. Поговорила с детькой про всякие стрессы со своим терапевтом. Вот. И как-то прям полегчало. Вот. Вот так вот. А так сидела, сегодня работала, сегодня легче работалось. Вот. И с ребятами мы болтали, разговаривали много, естественно, потому что мы продолжаем обсуждать все подряд, несмотря на коронавирус и все остальное. Ну, вот, и Лерка рассказывала всякие интересные истории, как в Москве ей приходится с сотрудниками сражаться, Женька рассказывала, как у них на работе он со своим начальством сражается в связи с коронавирусом, когда пожилые люди упрямо продолжают ходить на работу. Вот так. И, короче, что-то мы сидели, общались, общались, и потом я померяла температуру. Вот что-то какое-то ощущение было нехорошее, у меня с утра какая-то не очень хорошая носоглотка, и как-то вот какое-то такое, знаете, больное состояние. Оно еще вчера было больное, я вчера поэтому просто вот тряпочка лежала на диване. Вот. И что-то вот, блин, как-то вот подозрительно мне было. Померила температуру, ну что, 37,2 в подмышке, во рту 37,5. Я посмотрела по классификациям американским, у них считается до 37,2 во рту нормально, да, а в подмышке, соответственно, где-то минус 0,3 градуса, то есть до 36,9 в них считается температура. А во рту, ну вот типа 37,5, это еще не жар, жар у них считается от 38, но в общем уже как-то тогда выше, чем норма. Вот так вот. И я, короче, сидела, мониторила, как я себя чувствую. Но вроде ничего, я выпила чаю горячего с лимоном и медом, и как-то, видимо, организм взбодрился. Вот, говорят же так, что там кислая среда для вирусов плохо, и горячая температура. И, видимо, решил перестать симулировать. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Но пока чуть-чуть как-то вроде и горло, может быть, даже и передумает, и не станет болеть. И температуру, вот второй раз я недавно мерила, был 37 во рту. Не знаю, что такое, что это вообще. Ну, у меня бывает иногда взбрыкивает организм, иногда он может вообще выдать температуру 39 вечером. Я думаю, о, отлично, завтра вызову врача, и две недели буду сидеть дома на больничном. А сейчас, с утра 36.6 и иду на работу. Вот, вот так вот. Очень любит он это делать, у меня выходной день, например, да, испортить мне полвоскресенья или полсубботы. Это вот прям классика. Ну, как очень любит это, раз в год, может быть, максимум происходит. Вот, но бывает, да, бывает у меня такие, как сказать, атомная война от иммунитета, когда он решает, что что-то не в порядке, а я он берет и за один вечер полностью глушит. Вот, любую заразу, которая попыталась ко мне пристать. Ну, так вот. Что, конечно, неплохо, потому что, да, судьба благословила меня наличием прекрасного иммунитета. Фу, чтобы не сглазить, где тут у меня деревянная штучка постучать. Вот так вот. Ну, в общем, да, это просто сегодня, как сводки с полей по поводу сегодняшнего коронавируса. Вот так вот. Все, всем пока-пока. Ну, и вот я решила выйти прогуляться после рабочего дня, который я почти весь просидела дома, ну, или, по крайней мере, не гуляла. Решила пойти погулять, потому что двигаться надо, оно и для здоровья полезительно, и вообще. Тем более, пока не навалилась совсем уж сильная жара. Вот сейчас уже я, видите, там, в шортах и футболке, и так прям потненько. Но надеюсь, что будут у нас еще прохладные денечки, и что вот эта жара еще будет прерываться на какие-то более прохладные дни. Ну, вот еще вот тут вот поснимаю. Типа красиво на вечернем солнышке фонтан. А вот. А так это, конечно, любопытно наблюдать за миром. За всеми теми проблемами, которые происходят в нем. За всеми, там, вот этими экономическими трудностями и всем остальным. Ну, посмотрим, что из этого всего получится. Пока что у меня совершенно четкое ощущение повторения 2014 года, когда все были в панике, в панике, в панике, и потом был очень большой шок экономический, там, и так далее, и так далее, и так далее. А в том числе, там, по отношению к проектам, да, ну, посмотрим. Посмотрим. Как вы можете видеть, в моем Уолмарте еда, в общем-то, есть. А замороженных индеек вообще завались, как и другой замороженной еды. В бокале и все более-менее. Бутербродные продукты слегка подвынесены. Что меня удивило, совершенно нет яиц. В макарошках тоже как-то пустовато, остались только барилла и красная цена. Макдональд был уже закрыт, а днем, судя по всему, работал только на вынос. Столики все заблокированы во исполнении распоряжения окружного судьи. Уолмарт еще сильнее сократил часы работы с 7 утра до 8.30 вечера. Ну что, друзья, я грибу домой из Уолмарта. Вон тут вот темнотища, причем времени всего 8.30 вечера, но тут после заката темнеет очень быстро. Вот, и пока я прогулялась, позвонила в Сатурнине, мы с ней поболтали. Я шла и гуляла вдоль дороги. Дошла до Уолмарта, обнаружила, что они еще сократили часы своей работы, но внутри продукты есть, и вроде все нормально. Вот, вот так вот. И теперь грибу обратно с сумочками, которые вполне подъемные для человека, которые ходят пешком. Вот, поэтому все хорошо. Слава богу, я еще не потеряла навык закупаться так, чтобы помнить, что мне это все нести руками назад. Так что вот как-то так. А вот наша местная пожарная станция. Вон, видите, там за дверями спят пожарные машинки. Вернее, они не спят, они на чеку. Если поступит сигнал, то тут же бравые пожарные в них запрыгнут и поедут всех спасать. Ну и вот вернулась я в родные пенаты. Всего, мне кажется, я совсем недолго прогуляла. Где-то, может быть, там часов в семь с небольшим я вышла. И вот сейчас где-то времени там, может быть, под девять. И вот я возвращаюсь. Посмотрю потом, сколько шагов прошло. Потому что надо восстанавливать свою шагательную способность, как я уже вам говорила. Тогда вдоль озера я прошла что-то типа две тысячи с чем-то шагов. Две с половиной, что ли, или три с половиной. Ну, что-то такое. Не очень большое, но все-таки заметное количество. Ну, считая, что я там еще в тот день походила. Ну и вот сегодня надо тоже еще походить. Ну, я уже сколько-то походила. Вот посмотрю, сколько. Сегодня гораздо больше, чем я, когда около озера гуляла. Вот так. А так практически спит родной аквариум. Товарищи американцы ложатся спать рано, потому что они привыкли рано вставать. А все-таки нормальному человеку часов восемь в день спать-то надо. Некоторым таким же сонишкам, как я, и по девять, и по десять с половиной для хорошего самочувствия. Всем спокойной ночи. И хорошего дня. Надеюсь, что да обойдет вас стороной коронавирус. И да будет вам счастье в карантине. Пусть у вас будут возможности отоспаться, расслабиться. И так далее. В интернете опубликована официальная информация о том, что в нашем округе больны семь человек, пока никто не умер и не выздоровел. Закрыта 131 школа. Всем привет. Четверг, 26 марта. А я готовлю себе завтрак. Время вот 8.30. Была возможность поспать в какое-то разумное время, что очень хорошо. Я как-то вняла просьбу своего организма и вовремя легла спать. Ну, опять же, что находит человек нового в своей жизни на карантине, это в том числе то, что я стала больше готовить. Потому что в магазин так вот часто особо не походишь. А как-то все-таки совесть надо иметь и из дома особо не выходить, чтобы не подцеплять и не распространить заразу. Вот. И поэтому вот приходится готовить, потому что такая еда, которая естся прямо из холодильника, она и портится быстро. А вот продукты, из которых готовить, да, они не так быстро портятся. Поэтому, поэтому, поэтому вот я стала чаще готовить и чаще есть нормальную еду. Я уж молчу, что борщ животворящий, я не помню вам рассказывала или нет, но я сварила кастрюльку борща из коровьего хвоста. Вот. Он прекрасно помогает вообще от всех жизненных проблем. Вот. Потому что пока у нас есть борщ, есть надежда на то, что как-то мы прорвемся. Вот. Ну, а сегодня на завтрак у меня яичница с беконом. Я поставила эксперимент и сервировала очень жирную яичницу прямо на салфетку. Салфетка впитала весь жир и получилось просто замечательно. На пекановых деревьях начали вылезать листочки. Скоро тут будет такой привычный и такой любимый сад. Хотела выйти во дворик с бассейном, а там висит объявление, что дворик закрыт. Там вот сидит очень пугливая птичка. Я ее уже для вас недавно в парке снимала. А там она тоже была такая же пугливая. Так. Ну все. Улетела. Пугливая пташка. Вообще непонятно куда. А, вон, 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 на машине сидит, смотрите. Оп. Ух ты, Боже мой. Вы знаете, на кого похожи? Вот которых на рождественских открытках всегда рисуют. Красненькие птички такие. Убежала. О, сидят красавцы. Сейчас попробую поближе подойти, поснимать их. Это, похоже, те самые мои друзья с дерева, которых я тоже недавно в парке рядом с домом снимала. Ах ты, потягушечки, потягушечки. Они у меня еще очень часто. Вот здесь вот справа пекановый сад. И они в нем летают. Сегодня вот летели особенно низко. Я имела счастливую возможность лицезреть сверху. Что когда они полностью раскрывают крылья, то у них где-то вот в районе ладоней, да, вот, не где пальчики уже, перышки крыльев, а вот где перед вот этими расходящимися перьями, на краях крыльев, у них такие красивые белые пятна там. Очень интересные птиченьки. Птиченьки, вот вы кто такие? Скажите мне, на ворон вы не похожи. Кто вы все-таки? Грифы какие-нибудь, стрелятники? Как же вы любите сидеть-то вот на таких выдающихся всяких объектах. Симпатяги. Вот тут вот по кустам очень красиво плюется, плетется какое-то такое подобие венка. И вот видите, цветет такими белыми цветочками с желтоватым. И очень приятно распространяет медвяный запах. А наши птички так и сидят. Вот он как летает. Опа! О, тут смотрите, расцвела совсем небольшая крошечная дикая глициния. Обычно они очень красиво на зданиях. По зданиям вьются и цветут. А тут какое-то совсем молодое растение. Еще столб не успела заплести. Но вот уже цветет. А на самом деле я шла снимать и фотографировать вот эти вот чудесные цветочки, которые я вижу в изобилии здесь, когда проезжаю на машине, на всяких разных газонах. Видимо, сейчас как раз сезон их цветения. Видимо, это такие весенние цветочки техасские. Видимо, так же, как и синее блубониты, которые такие, видимо, в версии диких люпинов. Вот эти тоже, наверное, можно считать цветами весны здесь. Вот очень такие вот симпатичные, хорошенькие цветочки. Слушайте, мне кажется, у этой птички какое-то нездоровое влечение к собственной потрясущей внешности. Птиченька, птиченька. Просто вот сейчас вам покажу. Судя по количеству какашек вот тут около зеркала машины, птичка, видимо, все время тратит на изучение себя любимой. Смотрите. И судя по извозюканному зеркалу, она, видимо, клевом там что-то пытается поздороваться с той птичкой, которую она видит в зеркале. Птичка ей, видимо, очень нравится. Какая прелесть. Где она у нас там прячется в кустах? Прячется? Вон она у нас, где прячется. Вон, смотрите. Ты же моя прелесть. Мы с ней друг друга все время поймать, пытаемся и обмануть. Птич, да не бойся ты, я тебя просто фотографирую. Жуткая бояка. Очень симпатичная, красненькая. Видимо, да, красный цвет. О, нет, слушайте, прям вот невозможно оторваться от зеркала. Это прям любимый у нас объект. Слушайте, какая прелесть, какое забавное поведение. Я первый раз такое вижу. Ой, в то зеркало тоже посмотрим. Ну, правильно, правильно. Так и надо. Здесь Боза. Туда вон в ветке улетела, сидит. Ладно, все, не буду больше пугать животную. А то я ее засмущала тем, что я ржу над ее прихорашиванием. Все, всем хорошего вечера. Пошла я для вас видео монтировать. Округ опубликовал обновленную информацию о количестве заболевших по почтовым индексам. В пределах действия моего индекса 4 человека. На телефон пришло уведомление, что в связи с быстрым ростом числа заболевших в округе Харрис, это округ Хьюстона, вышел приказ всем оставаться по домам до 3 апреля.